Добрый день, мои дорогие. Многие обвиняют Глихенгауза в холодном отношении к Валиевой Камиле. Томас Бах увидел, что Валиеву достаточно холодно встретили со льда Этери и Даниил. Не было сочувствия, не было обнимашек. Этери начала расспрашивать Валиеву, почему не боролась за прыжки. Глихенгауз улыбался в кике, когда объявляли оценки Камиле. А та рыдала в три ручья, сказав, вот теперь награждение среди девочек состоится, а я вне тройки. Согласны ли вы с мнением Баха, что он заметил вот такую интересную реакцию тренеров? Но вот мне хочется все-таки сказать большое спасибо тренерам за наших чемпионок. Совсем я не согласна со многими людьми, которые пишут, что тренеры очень жестокие и бессердечные. Штаб, на мой взгляд, переживает за всех девушек, но по-своему. Этери Тутберид задала совершенно адекватный вопрос Камиле, на мой взгляд, после произвольной программы. Она хотела узнать, что вообще с Камилой случилось, почему она не боролась за эти прыжки. Многие люди и коллеги завидуют успехам данного штаба и пытаются уничтожить. Вот придираясь вот к мелочам, к жестам, к словам, но если бы не было этого бы штаба, вот только вы задумайтесь, мои дорогие, не было бы талантливой Трусовой Александры, артистичной Щербаковой Анны и Валиевой Камилы, которая показывает балет на льду. Аня Щербакова, на мой взгляд, она заслужила олимпийскую медаль. Она самая воспитанная, она самая спокойная из всех учениц этого штаба и, по крайней мере, никуда не убегала из штаба, когда было все очень плохо. Вспомните сами прошлое лето, когда Трусова убежала, Косторная убежала к Плющенко. Одна Аня осталась, одна Аня пахала и доказывала, что она самая лучшая, самая сильная.